Восложение венков к вечному огню мемориального комплекса Брестская крепость героя – это символ памяти и признательности, той духовной связи между поколениями, которые присутствуют у всех белорусов. Ведь это они, седовласые герои, завершили самую страшную в истории войну. Беларусь помнит, Брест помнит поколение победителей, а потому никогда не будет много цветов и венков у вечного огня. Хочется в очередной раз склонить головы перед мужеством, героизмом этих людей, которые первыми встретили войну. И еще раз поклониться и высказать слова благодарности, признательности за то великое дело, которое они отстаивали – честь, независимость и свободу нашей Родины. И вот сегодня, когда общаешься с ветеранами, они молодцы, они полны оптимизма, они, значит, в строю. И я считаю, что это очень хороший пример и для нашей молодежи. Торжественное возложение цветов к памятнику освобождения на площади свободы – давняя традиция, которая объединяет огромное количество людей ежегодно, в их числе ветераны, которые приходят отдать дань уважения друзьям-однополчанам, пожертвовавшим собственными жизнями в борьбе за освобождение Беларуси. Почтить память павших при обороне Брестка земли собрались представители городской областной вертикали власти, руководители общественных объединений и организаций, инициативная молодежь, современники, с глубоким уважением относятся к тем, кто ценой собственной жизни, не щадя себя, не боясь вражеских пуль, держал курс вперед, потому что верил – победа будет нашей. Это действительно большой праздник. 75 лет прошло освобождение этого города. И, конечно, мы встречаем этот великий праздник для нас. Мы, вот эти участники войны, конечно, понимаем, что время прошло много, изменилось очень многое, и поэтому вот встретить этот праздник у нас огромное такое, знаете, желание, такое настроение. Настроение такое боевое, правда? Конечно, конечно. Чтобы мир защищали, правда? Мир защищали, да. Небо, чтобы было чистое, а победа – это очень дорогое слово. 75 лет отделяет нас от знакового события в истории страны, когда родной город Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Но сегодня брещание и течья судьба тем или иным образом связаны с областным центром, наделяет дату 28 июля огромным смыслом. Не помнить о подвиге не представляется возможным, а праздничная дата – еще один повод сказать героям спасибо. Мы не сомневаемся, что в тысячелетней истории нашего города одной из самых ярких, самых светлых дат является день 28 июля 1944 года, день освобождения нашего города и всей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому какие бы мы мероприятия не планировали в рамках подготовки к тысячелетию в сентябре этого года, естественно, мы не могли пройти мимо этой святой даты. Вот почему уже несколько дней наш город празднует, празднует широко, празднует в каких-то новых и оригинальных форматах. И мы не сомневаемся, что лучшей памятью о наших ветеранах, лучшим форматом нашего долга перед освободителями будет дальнейшее процветание нашего города. Брест современный, Брест интересен для инвестиций, Брест интересен для туристов, Брест, в котором хочется жить. Это тот город, который мы обязаны строить. Это та задача, которая поставлена перед нами главой государства в рамках подготовки к тысячелетию. Лучшей памятью о наших воинах, освободителях будет опять же процветающий город. Это их заслуга, что под мирным, васильково-льняным белорусским небом строятся дома, возводятся новые производства, рождаются дети и празднуются тысячелетние юбилеи. Они сильны духом, они крепки в своих убеждениях, они горды званием солдат Победы.